Важный экономический вопрос рассмотрел Совет депутатов Щелковского района в рамках последнего в этом году заседания. На повестке дня изменения в решении о бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов. Так, по данным финансового управления районной администрации, доходы района вырастут. Доходы бюджета, сумма субсидий состоит из трех разделов. Доходы бюджета увеличатся у нас в целом на 220 миллионов рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, которые передаются из бюджета Московской области, на 36 миллионов рублей. И межбюджетных трансфертов, которые передаются из бюджета Краснодарских, поселения на 184 миллиона рублей. Доходная часть увеличится в основном за счет субсидий и субвенций из регионального бюджета, а также транспертов из бюджетов сельских поселений района. Дополнительные средства из областного финансирования пойдут на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, реализацию задач проекта «Доступная среда» и материальную помощь льготным категориям граждан в части оплаты жилья, коммунальных услуг и образования. Депутаты изменения поддержали, отметив, что бюджет сбалансирован. Все вопросы, которые мы рассматривали, в том числе изменения в бюджет, они были направлены на оптимизацию, именно на оптимизацию процессов, которые происходят у нас в Щелковском районе. Новый Попротим появится у Щелковского района. Соглашение планируют подписать с Гродзинским повятом Польши. Староста Гродзинского повята у нас уже три года подряд, Мариус Горинский, он к нам приезжает в гости. В этом году мы подписали договор о намерении подписать соглашение. Ранее аналогичное соглашение уже было подписано с городом Раконевицей, расположенным на территории Гродзинского повята. Депутаты рассчитывают, что сотрудничество станет взаимовыгодным как для экономики районов, так и для развития международных культурных связей, тем более в столь непростое для нашей страны время. Как были хорошие отношения со многими странами, с народами, так он у нас остался. И вот как раз заключение соглашения именно сейчас с Польшей, который сегодня мы приняли решение, оно как раз будет способствовать нашим хорошим отношениям, добрым отношениям между нашими народами. Говорили на заседании и о ставке годовой арендной платы для предпринимателей, осуществляющих социально значимые виды деятельности. Она не изменится. В 2015 году она составляла 4000 рублей за один квадратный метр нежилых помещений и в 2016 останется на прежнем уровне. Так власти надеются поддержать бизнес-группу, к которой относятся предприятия сфер социального обслуживания, физкультуры и спорта, здравоохранения, образования, а также парикмахерские, химчистки, домобыта и магазины шаговой доступности. Депутаты решение поддержали. Продолжение следует...